Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня для вас классную подборку комбинационных идей под названием Цепная реакция, уже, кстати, вторая серия, покажет международный гроссмейстер Евгений Кондраченко. Евгений, здорово! Да, Олег, приветствую, приветствую, дорогие зрители, на, как говорится, возвращение блудного сына. Да, 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 значит, спасибо тем, кто пожертвовал, значит, донаты последний раз, там, да, то есть люди оказались неравнодушны все-таки, да, поэтому, так сказать, частично возвращаемся, короче, там, показываем красоту рецептительную, да. Вот очередная тема, значит, тема, это принципа, старая цепная реакция, да, то есть о чем речь, просто, как вот говорил выдающийся гроссмейстер Зиновий Сакович Цирик, значит, ни один день шашиста не должен пропадать даром, нужно постоянно что-то анализировать, смотреть, решать комбинации, отсюда думать над новыми продолжениями. Обычно такие анализы, в свою очередь, утверждают новые идеи, происходит своего рода цепная реакция, конца которой не видно, ибо игра неисчерпаема, да. Не соглашусь, Евгений, все-таки надо иногда делать выходные, даже бог шесть дней работал, а один день отдыхал, надо отдыхать уже, друзья, не забывайте об этом. А можно один день работать и шесть дней отдыхать, как Карлсон, да? Или так. Это мнение Зиновий Саковича, что Цирика, то есть он же был фанат, что-то такие... Генеи, да, им можно. Да, то есть реально человек номер один, историй Шашин по количеству идей и достижениям, короче, да, то есть... А, кстати, Евгений, озвучь, пожалуйста, сколько у Цирика идей шашечных таких... Ну, то есть, да, я говорил, что значимость шашиста любого определяется, прежде всего, тем, сколько он открыл новых ценных идей, вариантов и партий, которые до него не были известны, скажем так, да. Так вот, у Цирика таких оригинальных около тысячи за 77 лет карьеры, да, около тысячи. Но у меня свои паскопия вставляю за 35 лет, он будет в январе, у меня около 400 таких накопилось. О-о-о, ну, тоже хорошо. Ну, где-то сопоставимо, где-то, может быть, там, уступает, конечно, там, но кое-что и действительно масштабные эффекты, то есть, да. В этом и значимость, понимаете, да. Ну, еще недавно я был такой юбилей своеобразный, я говорил, может быть, об этом, что вот я, лишенный финансирования обычных поездах, да, то есть, очень долгое время никуда не выезжал, не выезжая, там, слишком мало ездил, да. И поэтому от души на меня это, конечно, гамблер получается, да. И вот на гамблере я абсолютно чемпион. За 13 лет, 1 месяц и 20 дней мне удалось набить 1111 первых мест. Поздравляю. Спасибо, да. Ну, можно, что называется, пока отдохнуть, потому что даже 700 мест первых, у конкурентов ближайших нету, короче, даже 700 нету, да. Так что, в принципе, там, на Новый год отдохну, наверное, потом снова и возвращаюсь, да. Так вот, не отвлекаемся, тема нашего стрима, очередная цепная реакция, уже получается у нас номер 2, да. Видео, видео, да. Видео, да, да. Итак, о чем речь, значит, тогда, Лер, давай посмотрим первую позицию, естественно, забитому по плану, да. На экране появилось, да. Друзья, сразу же предупреждаю, если хотите порешать самостоятельно позиции, тогда ставьте видео на паузу. Мы будем давать буквально 5 секунд, а после этого времени будем уже показывать решение. Давайте так договоримся. Итак, итак, значит, смотрим, смотрим. Насыщенная игровая позиция, такая тема борьбы против центра, скорее всего, комбинационная. Ну, ученых, вроде, позиция неплохая, но вот большое количество дыр там, да, наводит на мысль комбинации. Действительно, комбинация есть. Это из партии мастера Индино, еще далекий 1977 год. Итак, решение следующее. Де-3 атакуем, да, надо закрываться, Бц-5, да. И неожиданный такой красивый сквозной ударчик Е-4, да, то есть. Ну, идея в том, что две штуки бить нельзя, понятно же, Ф-2 все снимаем, да. Так, понятно, да. Назад давай получается, а когда бьет одну штуку на Ж-5 на Е-3 получается, то вскрываем игру ходом А-Ж-5, значит, да, получается. Бц-3 и красивый такой хвостатый ударчик Ф-2 через Д-8 на А-1, да. Эффектная демонстрация, блестящая. Нас интересует только момент. Поставка, еще раз, сначала, там, да, секунду, Де-3, Бц-5, Е-4, да, Е-4, смотри. То есть, красивые варианты имеются в виду, смотрите, мы начинаем немножко фантазировать, допустим, а вот если бы в этой ситуации шашка белых А-3 уже стояла на С-3, получается, то была бы еще более красивая вариация, что так вот хвостатый удар, что и так, и так быть нельзя, да. Если мы эту тему развиваем, давайте, кстати, на следующую позицию. Из партии, значит, знаменитого мастера Рашиды Низмединого. Именно вот эта идея тут и проходит. То есть, тот самый красивый удар, снова Е-4 в этой позиции, да, то есть, да. То есть, элемент дополнения, что нельзя бить на Б-4, да, красивый хвостатый ударчик. Ну, а когда бьет, получается, понятно, да, промежуточный вариант, да. А когда бьет, в основном, получается, Ж-5 на Е-3, то уже известная схема, что вскрываем игру ходом от Ж-5 и снимаем все там, да, снимаем, получается, да. То есть, вот одна идея с двумя вариациями такими, да, то есть, красивый удар основной, и главное, что там через поле С-3. Хорошо, развиваем эту мысль дальше, допустим. Смотрите, то есть, если вернуться, секундочку вернуться обратно на вторую позицию, да, то все-таки видно, что главная тема – это рисунок позиции. То есть, такие своеобразные клещи, в которые упала черная шашка до 4, да. Черный центр с клещами до 4, да, то есть, получается. И поэтому мы с этим рисунком позиции ухватываемся, да, и хотим смотреть дополнительные идеи, которые там еще бывают. Смотрим третью. Каким еще путем может быть вскрыть такое построение? Это концовка мастера Сигнаевского. Значит, смотрите, тут традиции такие сложные обычно бывают, надо каждый раз высчитывать всю пользу эти сходки, потому что бывает позиционно в пользу одной стороны, а комбинационно, а наоборот, в пользу второй, да. Если бы белая не хотела играть, бы они там, допустим, пошли бы там CD2, поменялись бы назад, отступили и так далее. Ну да, это неинтересно. Есть HG5, отличный ход HG5, подчеркивающий, что запасных ходов в эту секунду у черных нету. CB6 же невозможность за простой отдачей, там, да. Поэтому надо ходить на E7, такой вопрос какой шашкой, да. Если, допустим, пойти FG7, FG7, это второстепенный вариант, тогда белая выигрывает ударчиком CB4, CB4, такое вскрытие, запоминаете такую идею, да. И просто GF6, GF6, да. То есть, запомнили такой метод борьбы с этим центром, да. Если в исходной позиции еще раз пройти HG5 и D7, второй ход D7, да. Тут та же идея вскрытия, только более замаскированная. Тоже CB4, CB4 издалека может быть незаметно, да. И ударчик после этого. Что, D2? Ну и последнюю шашку еще, видите, забирать нельзя. Турецкий удар, то есть стояла дамка на поле E3, мы сейчас шашку F4 задаем. Ну, у нас тоже зрители продвинутые, знаю, что такое турецкое удар, и так далее. Смотрим следующую идею. Следующая идея, это мастера Саула Саминского, допустим, известный только автор криминационных идей. Тоже позиция готова для взрыва, уже само собой говорит, только необходим тихий ход, вот HG5. HG5 просится, да. Жуточный такой тихий ход, HG5, заставляющий что-то куда-то ходить. EF6 уже нету. Ну, у меня цифровая А4, шашка теряется после всех перебоев, да. Удобеда выигранная. Это простейшая тема, понятно. Нет, умери обратно, не в этом тема. Также нельзя орать, само собой, HG7 из-за ударчиков F6 и H4, да, то есть понятно тоже. Поэтому черные ходят FG7, да. Исходная позиция, HG5 и FG7 ходят, да. Вроде бы тут, кажется, атака била захлебнулась, потому что размен-то не проходит там из-за разменов. Но тут есть хитроумное вскрытие этой позиции. Мы обращаем внимание, как ни странно, на пустое поле не на F8, а на B8, да. Вскрытие следующее, отдать GF6. Прямужуточный ход H4 получается, да. А, увидела. H4 и промужуточный ход на E5, получается. Потом уже классический удар, стрела получается, да. То есть вот такое хитроумное вскрытие этой позиции, значит, уже с этой стороны получается, да. И так интересно, то есть идеи добавляются, добавляются, взаимодополняются. И варианты одной идеи, да. Хорошо, хорошо, неплохо. Значит, тогда идем следующая композиционная схема, известная мастера по композиции Михаила Беня, украинского, такого, опытная композиционная схема. Такого, да. Тут достаточно, ну, для опытных это очевидная идея, что оппозиционный играть нет смысла, потому что запасных ходов будет больше ученых, а удар сразу есть GF4. То есть первый ударчик на вскрытие такой позиции GF4 получается, да. А потом, значит, игрома вскрыли, важное поле до 8 удалили, а потом уже ударчик AB4 висится по стороне, да. Такая известная двухэтапная схема, да. Ну и одна дамка легко справляет. Так, хорошо, да. Обрезаем. Значит, тогда идем дальше, получается, блин, дальше у нас по ходу там партия, да. Вот это мой анализ, короче, подвижет эту схему установочную, да. EF4, FG5, CB4 и белые здесь бьют необычный размен не на F4 игра Шмальяна, а на D4 именно, да. Такой дебют, и может, какой-то бы, лица есть, допустим, главное, чтобы немножко же выйти в игру, то есть, хоть не Синеже, но главное это самое, да. Братите внимание. В С3 не даем играть HG5. Нет, лучше, именно, как комментарии пока оставь, там, быстренько надвигать схему лучше, потому что мы же в рамках той идеи смотрим, да. Поэтому GF6, EF2 снова не даем HG5, FE5 приходится, GF4, HG7, AB2. Ученых хорошая позиция, давление там не дышится правильно, да, 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 значит, белые должны защищаться пока, что здесь есть, да. Да, иначе грозила связка. Вперед, вперед, поехали, короче, там, да. Аж не необходимый ход. И вот CD4 важный ход, черные верываются на свободу, получают некоторую инициативу. Но белые, смотрите, умудряются ходом AB4 эту инициативу загасить, короче, там, вот и секунду центр не так силен, да. BC5 напрашивается ход, BC5, да. Ушли на А5, естественно. И вот, внимание, внимание. Черным стоило пойти BC7 срочно и поменяться назад с некоторой инициативой. Именно точный порядок ходов такой был бы, да, неплохой для них, короче, для черных. Но они на секунду ошиблись. Они пошли HG5, совершенно ненужный ход. Белый успевает подвязать D3, отличная позиция. И снова вот эти клещи классические, да. И чем эта позиция ценная, что тут произошло объединение идей. Смотрите, если, допустим, пойти простенький ход B7, просто ход B7, да, тогда достаточно просто красивый ударчик GF4, именно GF4, давайте пробиваем, да. Ну, можно бить там C7, еще красивее на G7. Лучше на G7, да. Красивше, да, хорошо. Это одна идея, допустим, сначала позицию вернета, после года D3. Если пойти FG7, получается, да, то известная партия, помните, Нижмединова, вскрытие EF4, тоже F4, но... EF4, EF4, EF4. А, EF4? Не путай, не путай, не путай. А, GF4 не проходит, да. EF4, в том-то и дело, то есть, вот там HG5 получается, HG5, B3, да. Промежуточный бой, само собой, на H8, да, то есть, и после боя бьем дамкой на A1, и дамка черных сразу не стажается, то есть, ставить нельзя. Это красиво, да. Все красиво, да. И, наконец, самое вкусное в этой позиции, возвращая обратно, после хода D3, получается. Ну, тут неинтересно, понятно, что понимали. После хода D3 имеется в виду. Если же эти идеи объединить, получается. Самый вкусный вариант после хода получается BC7, потому что тут, возможно, двойной взрыв. Смотрите, внимание. Можно и GF4, очень красивый хвостатый удар такой, сразу, да. То есть, как и в идее Бене, то есть, вскрыли-вскрыли, вскрыли, еще раз вскрыли, и промышуточный последний удар. Вообще, все снимается, да. А можно то же самое, тоже не менее эффектно, отдавать EF4 по идее Низмендинова, как и раньше. А, тоже, да. И вот на секунду не торопись, не торопись. Смотрите, обращаю внимание, ну, максимально, беотребно. Секунду просто остановись, что обращаю внимание еще раз особое на траекторию взятия. То есть, такой хвостатый удар по полукругу получается. Два раза через поле D3. Да, для чего-то просто говорю там, да. То есть, еще раз, очередной раз проведем. Да, отлично, все, да. То есть, такая блестящая тема, да. То есть, одна идея, вторая идея, и объединение двух идей можно и так, и так, да. Если нас, мы заметили последнюю траекторию удара, то цепная эрекция идет дальше, следующая позиция получается. А нельзя сделать то же самое, только зеркальное отображение. Конечно, можно. Опять рисунок подобный, да. Так удар будет наноситься с другой стороны. Подожди, подожди, 5 секунд. 5 секунд, пусть подумают, зрители, да. Ну, зрители поставят на паузу всегда, конечно, там, да. То есть, у них же время по-особому течет не то, что у нас. Да. То есть, нас интересует идея того удара, чтобы у последнего, да, но иметься зеркальное отображение. Поэтому отдаем ЦБ-4 в этой ситуации, да. Сообразуем комбинационный узелок. Ну, FG-5, FG-5 еще раз подкинусь, да, получается. FG-5. Лишний сбрасывал баланс F4, F4 получается, да. Потом вскрытие игры, хода на FG-3. А FG-3? FG-3, FG-3, то есть, если это красивой позиции для FG-3. А, и еще по объем красиво, то есть, и джем более F6. Именно вот по такой траектории показываю, да. Да, в этом же смысл последнего размена был, выйти. Та же саму дату к зеркальности отображения получается. Вот в этом цепной арекции состоит. Отличная тема, да. Отлично. Но если поставить еще с исходной позиции в седьмом-седьмом-седьмом-седьмом, только что, которая была, да. Кроме этого, да, который только что был. Нас интересует еще и общегося позиции. И смотрите, то, что связка центрального типа, D4 есть и далее. Нас интересует этот элемент, что вот видите, A1, A3, B2, C3. Это такая колоночка, да, связка типа рогатка. Ну и черный центр, да. Если мы за этот элемент ухватимся, допустим, то есть такие наработки и в партии были неоднократно. Следующую парцию, Олег, можно... Значит, продвигать объяснение. КТН4 играл с Артемом Тихоновым, самым молодым мастером в истории НА. Мемориал белорусского шашиста Барата Геллера. Ну, поехали, поехали. По ходу, это обычно когда, то есть... Леталка F2 на G5, А6 на АЦ5. G6, естественно. Ну, тут, наверное, несильнейший ход F5, да. И белые начинают окружать. Да, G4, G6, HG3, HG7. Ход HG7, похоже, проигрывает. Я подвязал его ходом EF4. Да, EF4 уже. У черных центр, но центр рыхлый. То есть, B5, уже CB4. Перед, вперед, выщебите. Как говорится, полное выдавливание. Клещи зажимаем черных и на ход CB6, естественно. Как говорит Евгений Кондрыченко, выдавливаем черных в центр. Черные меняются, CD4 еще. Надеются на ничего, но ED2, B5. Подхватили, то есть, рогатка, да. Центр полностью скован. То, о чем мы говорили. То есть, рисунок позиции приближается к тому, что мы хотели. Значит, ушел на G7, G2. АB6, FG5. Ну, и на B5 проводим комбинацию. Он отличается от тем, что тут связки клещей не будет, но связка просто обычная есть. И я провел красивый ударчик. Значит, CB4 даем CB4. G4, Боебой, да. Назад, естественно. Ну, красивое вскрытие, худо-бедно. С таким количеством лишних. Две лишние шашки. Конечно, можно в них, да. Да. Так, отличная тема. Если эту тему развития немножко дополнить получается, то следующие позиции, которые я выиграл у литовского гроссмейстера и Бортаса, да, в чемпионате Европы 2012 года. Аналогичная схема. Е3 на А6, А6 на А5. Да, видно, да. Поехали. Обычный подвигатель. Такой же примерно план, то есть на выдавливание черных центров. Ж4, БЦ5, CB4. Естественно, бьем одну шашку. Это не бразильские шашки. Выдавливаем черных центров ходом БА5. Ж6 подвязываем ходом АЖ3. И на ход АЖ7 уже играем ФЕ3. Черным надо уже что-то думать. Либо ЦБ6, либо ЕД4. Черные поэтому выбрали ЕД4. Играем ЕФ4. Похоже, что плохо уже. Да, похоже, ЦБ6 надо было все-таки выбрать. Может быть, ход еще АБ6 там был. И здесь уже после хода АБ6 связали, видите, левый фланг черных. Конечно, каждый раз надо вычитывать, что позиция черных уже выглядит безнадежно. ДЕ5, СД2. СД6 еще последовал в партии. Знакомый рисунок позиции, опять-таки, знакомый рисунок позиции. Рогатка. То есть рогатка в центре, еще и левый фланг связан. Тут явно у черных большие проблемы. БА5, ЖХ2. И на БЦ7 проводим похожую комбинацию. Тоже по-жиму личной лунации, только немножко отличается траектория. Немножко буквально, да. В этом же отличие-то есть, иначе мы не показываем. СД4, уже Ф4. То есть вскрытие игры получается, и самое главное сбить одну шашку пока. И здесь еще одну, да, именно. Чтоб можно было без проблем выиграть. Бизайн шпили. Ну нет, безайн шпили, зачем там. Так, вот видите, отлично дополнение, да. Ну и последнее тогда, чтобы объединить эти идеи, допустим, да. Это я выделил уже в Блице на гамблере у литовского госмейстера от чемпиона мира Аруна Сандарвайшеса. Ж3 на А6. Опять же в третий раз проводим такой же план на охватку. СД4, Б5. Ж3 боит на Б4, естественно. Две бить хуже. Бьем одну. ФЕ5, Ж4, Ж6. Б5. Снова видите, белые выдавливают черных центр. Вот это уже, друзья, фирменный прием грацмейстера Евгения Кондраченко. Ну, кстати, неплохо, он работает, да. Да, он работает, но в самом деле, так что запомните. Раз у вас внимание, завалить получается основной лодо-мастер в истории, это раз, потом вице-чемпиона мира дважды кибер, это С2, и экс-чемпиона мира НРВА, С3, да. Да, 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 да. То есть это схема работает, друзья, это рабочая схема. СБ6 черные разменялись, ну и после хода Е2, АЖ7. Ну, здесь все-таки, мне кажется, Ж2 более точный ход был. То есть после хода ФЖ3 можно было, наверное, ЦБ4 разменяться. Да, да, но он пошел в БЦ7, получается. Но черные идут на игру в БЦ7, и белые... Чтобы колонки черных не работали, мы уходим просто на СРЖ. Белые уже здесь, наверное, выигрывают Е4. Вот это уже позиция сомнительная за черных. Да. Б5, ДЦ3. По-моему, здесь ключи, я еще после Е5-ДЦ4 где-то была еще Е5-ДЦ4. Ну, там тяжелая ничья, скорее всего, есть, но тяжелая, да. Стоп, 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 машина, короче, смотри. Рисунок позиции знакомый, да, то, что мы и хотели. То есть дополнение к тем идеям и некоторые отличия. Отличие в том, что красивый удар с присоской на весу. АЖ5, вот такой элемент новизны. АЖ5, да. Получается. Видите, как вот бой на ЦБ5, красивая присоска, что на весу. То есть нельзя бить две штуки, получается, да. Там коловится сразу. Там коловится, да. Вот это, кстати, очень красивая тема, да. То есть, ну и ЦД2, и БЦ3. Ну и в дополнение последнее, там уже после, получается, после боя одной шашкой, да. То есть, конечно, просто удача. Если бить одну, тогда просто так. Масштабно, как и ранее, с боем чисто. Да, вот это хорошее дополнение, красивое, да. Все позиции. Необычно. Вот, вы понимаете теперь, что такое цепная реакция? Знакомый основной позиции. Немножко добавил зеркальное отображение, сдвиг, короче, там, дополнение и так далее. Из-за возникает фонтан идей, там, из-за чего буквально, да. Вот за это мы игру любим, получается, да. То есть, вот за это прелесть. В этом прелести. Комбинации – это душа шашек. Бывают комбинации не только чисто, но еще с дополнением, с техимходами, допустим. И комбинации обычно возникают на хорошей позиционной основе, да, то есть. Как правило, за хорошую позиционную игру в начале партии какой-то бонус в конце виде комбинации присутствует часто довольно-таки, да. Да, а бывает так, что если комбинацию вы не заметили, даже можете великолепно провести позиционную партию, и в конце, если не увидели комбинацию, то даже проиграете. Действует футбольное правило и в шашках. Не забиваешь ты, забивают тебе. Не забывайте об этом. Так, ну вот, вот что. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите творчество Евгения, ну и мое немножко творчества, большим пальцем вверх и подпиской. Также, друзья, можете поддержать Евгения. Вот, покажу ссылочку. Карточка Беларусь Банк. Вот, телефон, можете на телефон денег кинуть. Как говорится, если есть желание и, самое главное, возможности. И поддержать Евгения. И тогда, если поддержите, в ближайшее время еще запишем дополнительно красивую подборочку комбинаций и творчества Евгения. Да, то есть Евгений одержал 1111 побед на Гамблере. Вот вы все это увидите на двух, а то и в трехчасовом стриме. Так что, друзья, все, как говорится, в ваших руках. Все зависит только от вас. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...